ну что всем привет я очнулась наконец-то у нас 37 недель я очнулась что не было ни желания никакого там не знаю вдохновения снимать видео я сегодня думаю сниму я собираюсь к врачу буквально 5 минут и выходить нужно покажу позинку уже какая подросла такие уже большие вот такой большой уже уже даже футболки не так сидят много как-то мне кажется уже такой большой а у вас всего пока 37 недель это еще три недели ждать ну или там когда захочет пупсад же сам запускает процесс ну как минимум еще недельку то надо отходить и там уже будем ждать прямо ждать ждать такой пузюля привет-привет настроение себе хорошее но к вечеру вот прям тяжело ходить уже видимо там колу бочек мы уже тянет прям к земле пришивать да ладно не буду ныть на самом деле мне все нравится все ставится все хорошо собираюсь с к врачу вчера ездила на ктг на следующая кстати тоже сразу записалась на ктг и хочу мне она все так по делам покаталась по городу пойду тоже пока поеду покажу немножко город там прогуляюсь где где смогу пусть будет какое-то разнообразие тоже это прикольно как минимум сейчас пока вот собираюсь что носочки стали среди какая вязка красивая это я на кавказе купила вот буквально в апреле ездила как они красиво и так тоненько это на шерсть как я понимаю барашка такие прямо вот такая красивая вязка тоненькая тоненькая такая шерсть потрясающе просто у нас просто очень холодно в питере я уже в носочках хожу ну и я просто не знаю эстетическое удовольствие как минимум испытывают на такую красоту смотря ну что мы сегодня аля франц я решила береточку надеть сегодня холодно на самом деле у нас 23 метра ветер только ни о чем другом не говоря здравствуйте колобок поехал туристы туристы везде классно все я не успела вам колокольчики заснять немножко творческого сада об молодцы а там их целая команда я вижу еще троих а вот тут один едет молодцы ребят сейчас бы как я покаталась здорово ну что еще гуляем мне кажется одна из самых в том числе красивых улиц это фурштадская но до чего здесь мило тут кстати по моему консульство германии а там не помню что консульство дальше и чехии тут было недавно тоже не сильно далеко отсюда но что то я у них такую буточку не вижу может они ушли от нас не знаю вот творец бракосочетания желтенький и вот для меня всегда загадка вот этот желтый тоже я вот всегда загадка для меня все таки как заявление насколько мне известно подавать здесь здесь я причем не видел ни разу не может быть правда там есть зал какой-то но все всегда празднуют вот отсюда не знаю в общем может быть я ошибаюсь конечно вот интересно хотя здесь есть красиво большинство на окна лучше здание очень красиво мне прям нравится чем санкт-петербург что много-много таких вот кружевных красивых зданий ну да вот там указываю что творец бракосочетание все-таки я видимо ошиблась вот с той стороны прям зал зал значит 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 я просто ни разу не удела там чтобы жизнь не выходила идем дальше гулять обожаю здесь недалеко метро черношевская мне кажется все таки один из таких миленьких красивых районов когда есть такая вот олеечка летом здесь так приятно посидеть скамейки милы прошу прощения ветер плохо слышно но зато красиво видно а я тут мимо кукольного театра иду так мило здесь красиво ну что мои хорошие я вернулась я наконец-то дома ходить если честно уже тяжеловато и как бы немножко быстренько устаешь но я подумала что все равно быть активно это супер классно и сегодня хотел бы еще уточнить что есть конечно типы людей разные да и некоторым тяжело действительно ходите они вообще ничего не могут делать но у кого еще присутствует хоть немножко маленькое количество энергии в организме да то им скучно дома там и хочется чем-то поразлечься вот я еще хотел затронуть сегодня как раз этот момент потому что сегодня встречалась с подругой тоже со своей тоже беременяжкой у нас не почти один срок неделька разница достаточно тоже активный человек но немножко уже видимо устает потому что у нее недельку больше и так как мы с ней тоже вместе не раз ходили по роддомам там всяким и так далее нам было интересно потому что было интересно ходить гулять что-то смотреть да не весь день да не с утра до вечера но там три-четыре часа я считаю это как бы супер классно прогуляться и в том числе там зайти допустим к врачу и так далее сами знаете да на последних сроках там уже чаще посещаю своего врача и ходишь чтобы довольны ну или недовольны так вообще все классно я бы хотела несколько хотела затронуть как раз развлечений да чем можно заняться именно беременяжка кто более-менее себя нормально адекватно чувствует либо это второй триместр когда все еще бегают как сумасшедшие первые там понятное дело не все не всем везет ну и вот немножко бывает третье захватывает потому что ну у всех повторюсь по-разному и допустим кому-то в принципе ничего сложного нет и погулять поэтому несколько развлечений особенно для зимы как бы что делать да куда пойти во первых посмотрите в своем городе какие есть мероприятие именно для беременных погуглить посмотрите потому что мне конечно повезло ему в большом городе доживем у нас здесь много разных мероприятий именно для беременяжек тусовки прям такие беременяжек потому что где-то там информацию какую-то получаем титару дома нас завлекают где-то организации какие-то допустим детских вещей или там детских принадлежностей детского питания это тоже супер классно когда ты приходишь и узнаешь информацию и так вот чем например можно заняться зимой понятно что там не сноуборд не коньки никакие виды спорта там вам не подходят но всегда можно прогуляться например на всякие выставки вот как я уже ходила там да допустим в арт-галерею какую-то какие-нибудь музеи и так далее пару-тройку часов всегда можно себе выделить по состоянию здоровья конечно и прогуляться немножко развлечься как немножко сменить обстановку потому что да безусловно придется чаще всего в самом декрете да когда уходим в отпуск по беременности родом просто тупо сидеть дом это тоже грустно скучно не интересно а вот прогуляться всегда интересно также считаю что неплохо бы встречаться с подружками либо с друзьями либо там просто самой прогуляться либо мужа с собой брать сходить в ресторан на чашечку кофе заглянуть может действительно с подружкой встретиться попить кофеек пообщаться зайти в книжный магазин или вот у нас очень хорошие книжные пространства есть тоже можно и почитать попить кофе и посидеть до отдохнуть как бы и вроде бы ничего сложного и приятно время провести может быть приглянуть себе как раз приглянуть книжку какую-то и вот чтение например во время беременности почему бы нет самый лучший вариант по моему чтобы просто так не просиживать просто время в интернете а провести его как раз пользы почитать что-то ведь я когда читаешь какую-то увлекательную книгу тебя просто с головой окунает в ту историю до какую-то которую ты читаешь и тебе вообще ничего не интересно тут у тебя как раз есть возможность с работы ты едешь там в дороге где-то читаешь а тут ты можешь хоть целый день себе это посвятить это очень здорово так же как и все мамочки любят шопинг например я тоже люблю да все его любят особенно в определенный период да наш поэтому я считаю что немножко пошопиться почему бы и нет там не сходить с ума безусловно как мы обычно это делаем да но прогуляться по что-то миленькое интересное купить или приглядеть что-то на ближайшие там покупки да это очень интересные можно тоже прогуляться ходить это мне кажется шопинг такой в умеренном адекватном варианте он как бы всегда хорош также вот вязание у меня уже было видео да как я вязала игрушечку я все-таки считаю что ну как бы предрассудки предрассудками кто верит тот окей не нужно не шить не вязать ничего но если вот например отойти от всех вот этих вот странных на мой взгляд мыслей то вполне себе можно посидеть повязать ведь это успокаивает это интересно это творческий процесс так же как шитье тоже можно найти какие-то несложные допустим как я вот делаю до игрушки пошить своему малышу игрушки какие-то просто даже не ради игрушек понятно вы их можете купить хоть 100 миллионов штук ради того чтобы не просто сидеть дома что-то делать что ты вот посидел и пошил у тебя получилась игрушечка ты этому малышу своему сделать своими руками на тоже здорово и более вещи сделанные своими руками там связаны или сшиты тоже всегда храня частичку души также еще в ту же копилочку творчество я бы еще например внесла а живопись ну не то что прям совсем живопись но вообще рисование какой-то в общем да то есть посидеть порисовать может быть что-то в голове какие-то мысли крутятся просто поделать какие-то мазки это тоже во первых это для нашего состояния очень полезно выравнивает наш фон адекватности потому что гормоны так то вверх то вниз и всякое разное так как бы и успокоение и такое уравновешивание все так спокойно хорошо какие-то красивые картиночки порисовать может быть по раскраске для взрослых да есть тоже раскрас очки вот это вот мне кажется очень классно помогает именно вот голову свою в порядок присти мне кажется это супер круто в любом триместре можно это заняться тем более в последнем когда и так ходить тяжело это можно сесть и удобно в подушке и пожалуйста рисуй мне кажется это классно ну а если например вы вечером планируете встретиться с друзьями на часе два где-то в другом заведении не то чтобы сидеть дома тоже там мужа с собой взять или с друзьями просто встретиться там мало ли как вам удобно то мне кажется еще вот самый прикольный момент это сходить бильярд особо там ничего сложного не до физически имею ввиду это не боулинг да там шары катать или еще что то а вот именно такой тоже развлекательный плюсик в этом есть и посидеть можно и тут же и поиграть можно развеяться как-то немножко сменить обстановку все-таки я считаю такие моменты они должны быть в нашей жизни что-то нужно себе придумать какое-то развлечение чтобы просто вот сменить обстановку просто поднять себе настроение просто что-то поменять может быть поболтать с подружкой может быть сходить дать с этими пильярд может пошить а может пить кофеек посмотреть я вот например люблю выбирать кафе с хорошим видом с красивым вот посидишь дома погуглишь какие там интересные там заведения куда-нибудь на него или там на канал и какой-то ли еще что-то но ты же потрясающе пришел посмотрел смотришь в окно тебе нравится вид заказал то не знаю пирожное тебе нравится вкус пьешь чай кофеек тебе приятно рядом собеседник подружка там или друг ли кто тоже замечательно мне кажется вот такие моменты пока у нас нет возможности до целый день там тратить на поездки какие-то масштабные или еще что когда физическое состояние но немножко с ментальным не всегда в параллели идут да не всегда они там дружат но все же мне кажется можно вот таким образом себя развлекать вот об этом я хотела сегодня как раз поговорить и сказала я надеюсь это кому-то может быть быть полезным потому что к примеру для меня это полезно и я вот хотела как раз этим поделиться потому что я стараюсь либо на мероприятие какое-то сходить если состояние здоровья не забывайте вам позволяет потому что в таком положении как говорится не отвечаю за свое здоровье сейчас нормально почему потому что за свое физическое именно состояние потому что ты не знаешь как быстро ты можешь встать поэтому рассчитываю там два-три часа какой-то прогулки но не если прогулка мне тяжелая значит можно съездить посидеть в кафе какая разница но это все же развлекая тебе немножко меняет пространство до общаешься с подруга что тоже интересно ты там дома не сидишь а может быть если вы домоседы то займитесь тем нибудь почитайте книгу порукодельничать и порисуйте это всегда интересно вот ну что же надеюсь это действительно кому-то было полезно потому что мне это полезно надеюсь кому-то тоже что спасибо что досмотрели меня до конца ставьте лайки подписывайтесь комментируйте обязательно мнение своего сказать и для меня это очень важно также под моим видео теперь есть ссылочка для того чтобы можно было на пусть и поддержать меня если считаете нужным то можете меня поддержать и там постики выкладываю тоже для тех кто будет поддерживать мы будем с вами болтать на пока две интересные темы можете кстати тема предлагать потому что пока в двух темах я могу точно иметь возможность с вами поговорить как эксперт как беременная и как по начать экономить финансы как копить как несколько программ знаю в силу своей профессии соответственно поэтому можете поддерживать меня там и мы сможем с вами также на эти темы пообщаться и я вам буду рассказывать что можно сделать возможно вам тоже это будет полезно ну что же прощаемся увидимся в следующем видео